Всем привет! С вами Би-Бой Робин из команды ТОП-9, город Санкт-Петербург, на базовом курсе проекта BreakAdvice. И сегодня на этом уроке мы с вами переходим к такому разделу брейкинга, как фрезы. Освоив Turtle Freeze, мы с вами переходим к следующему фрезу, который называется Baby Freeze. И выглядит он приблизительно точно так же, как предыдущий фрез. Самый простой способ для того, чтобы сделать Baby Freeze, это соблюдать форму ваших ног. Именно вот это положение является положением Baby Freeze, потому что самым простым Baby Freeze является Knee Baby Freeze. Вот это положение. Практически каждый опытный Би-Бой, либо Би-Герл, хотя бы один раз в своей жизни, да заканчивали выход именно вот этим вот фрезом. Переведя это положение в Turtle Freeze, мы с вами оказываемся в Baby Freeze. Изучив Turtle Freeze, мы просто применяем сюда ту же самую технику, немножко ее усложняем. Мы ставим руку в живот, в это же положение. Теперь мы ставим второй локоть на внутреннюю сторону колена, упираемся одной рукой в пол, упираемся второй рукой в пол и просто стараемся оторвать ноги от пола. Вот этот фрез является Baby Freeze, одним из самых базовых фундаментальных фрезов в брекинге. Освоив Turtle Freeze и Baby Freeze, мы с вами можем перейти на следующий уровень и следующим уровнем будет Reverse Baby. Самый распространенный вариант захода на Reverse Baby это просто смена ног в самом Baby Freeze, который мы с вами уже сделали. Мы встали с вами в Baby Freeze и теперь ваша задача просто поменять ноги местами. Если тут у вас стоит локоть, упирающийся во внутреннюю сторону левого колена, то теперь мы меняем ногу и левый локоть будет упираться во внешнюю сторону правого колена. Бум! Это и есть переход из Baby Freeze в Reverse Baby. Также есть более простой вариант захода на Baby Freeze и на самом деле это действительно просто и изучив этот материал вы сможете поделиться его даже с членами своей семьи, которые я думаю с удовольствием попробуют так называемый Reverse Baby. Самый простой вариант захода на этот фрез выглядит следующим образом. Мы находимся в исходном положении, разворачиваем колени, допустим, в левую сторону, если вы стоите на правой руке. Упираемся левым локтем во внешнюю сторону правой ноги и правым локтем упираемся в правое бедро. Ставим руки на пол, не боимся коснуться головой пола, наклоняясь вперед. И раскрываем ноги. Теперь я сделаю это боком к вам для того, чтобы вы могли увидеть, как это происходит. Мы разворачиваем колени, при этом плечи у нас остаются на прежнем положении. Ставим левую руку на внешнюю сторону правой ноги и правую руку на внешнюю сторону правого бедра. Опускаем ноги на пол, наклоняемся вперед, перенося вес тела, наши ноги отрываются. И теперь раскрываем ноги. Это реверс бэйби фриз. Продолжаем изучение фриза под названием реверс бэйби. Здесь есть несколько очень важных нюансов, соблюдая которые ваш бэйби фриз будет выглядеть именно так, как того требует классическая форма брейкинга. Первый важный момент, это ваш баланс и контроль вашего тела. Вы всегда должны помнить о том, что это ваши руки, это ваши ноги, они слушаются команд вашего головного мозга. Поэтому, когда вы хотите встать во фриз, вам необходимо перенести вес тела вперед, да, то есть подать себя на плечи для того, чтобы зависнуть в этом фризе. Потому что если вы этого не сделаете, у вас произойдет следующее падение. В избежание этого момента вам просто следует набраться смелости и для начала упираться на голову немного выше виска. Не на щеку, как делают многие начинающие. Не боимся наклониться, не боимся упереться. Смелее разводим ноги и контролируя свой баланс, стараемся оторвать голову от пола, став в реверс бэйби фриз. Освоив эти три базовых фриза под названием тартл фриз, бэйби фриз и реверс бэйби, я советую вам постараться совместить эти фризы и заполучить в свой арсенал своеобразную базовую триксовую связку. Выглядит это следующим образом. Ставим руку, руку, руку. Оказываемся в тартл фризе. Теперь мы просто складываемся немножко, закидывая левое колено на левый локоть. Оказываемся в бэйби фризе. И теперь для того, чтобы перейти с бэйби фриза в реверс бэйби, вам надо немножко приподнять тело. Так. И развернуть его, потому что в реверс бэйби вы упираетесь правым локтем не в место, где соединяются пресс и мышцы кора, а во внешнюю сторону правого бедра. Так, оказавшись в этом положении, вы уже можете выпрямить ноги и оторвать голову, сделав красивый реверс бэйби фриз. Еще раз заострю ваше внимание на моменте разворота вашего тела. Для того, чтобы вам было легче делать это движение, советую вам делать просто обычный тартл фриз воркаут. Мы становимся в тартл фриз и просто стараемся выпрямить правую руку в локтевом суставе, опускаясь обратно. Освоив это воркаут-упражнение, вы укрепляете предплечье, укрепляете плечевой пояс той руки, на которой вы находитесь. Соответственно, вы становитесь сильнее и вам гораздо проще будет контролировать свое тело в переходе из одного фриза в другой. Для многих начинающих бибойс и биггерлс является трудностью сам момент перехода из тартл фриза в реверс бэйби фриз. Для этого также есть своеобразное воркаут-упражнение, где мы непосредственно отрабатываем переход вашего локтя с живота на бедро. Выглядит это следующим образом. Мы становимся уже в освоенный тартл фриз и теперь стараемся, не перекрещивая ноги, просто развернуть свое тело так, чтобы локоть упирался уже во внешнюю сторону правого бедра. Начиная изучение таких фризов, как тартл фриз, бэйби фриз и реверс бэйби, очень важно разминать ваши кисти. Разминка – это то, с чего начинается ваша тренировка. Субтитры делал DimaTorzok